доброе утро ребята у нас сегодня с вами очень насыщенный день вернусь домой только дай боже 12 при этом мне нужно именно умудриться доехать до сюда до козельска вот и сегодня у нас с вами работа поход в офис так заказчик что еще нужно где-то будет перекусить потому что это будет единственный перекус за день и театр мы сегодня с мамой идем в театр вот поэтому да но самое главное сейчас успеть на автобус иначе будет грустно вот а еще у меня вот тут смотрите кто есть нежданно негаданно в кадре появляется топец мохнатый попец вот я даже не знаю как вам показать свой аутфит потому что будет тут нормальное зеркало в полный рост было бы проще а так как его нету все поразительно сложно если будет возможность где-то наткнуться на зеркало то ну я обязательно покажу вам я наконец-таки смогу полноценно выгулить вот это вот мятное китайское платье которое держит форму вот и погода позволяет одевать плащ без какой-либо кофты под ней это радостно знаете что такое просто неебический победитель по жизни это когда ты так уберешь приезжаешь из козельска в калугу и падаешь из автобуса на дорогу на проезжую часть лицом вперед и странно что лицо еще не пострадала зато пострадала все остальное на что я упала плащ сейчас в стирке сейчас пришлось заехать до мамы сейчас этот порядок себя приведу поеду на работу как бы этого никто не отменял вот соответственно платье пойдет нафиг потому что коленки все разбиты сейчас нужно в срочном порядке послать маму за джинсами вот и здесь у меня уже перебинтованная перелепленная коленка с кровоподтеками разодранный локоть ушибленная бедро куча синяков на ногах и это пипец ребят причем знаете я не помню почему я именно упала я не скажу что я за что-то зацепилась что водитель что-то не то сделал я правда я не помню почему я упала я помню сам момент падения вот просто вот как я лечу носом на проезжую часть и знаете люди естественно это нормально да по моему нашему обществу уже что всем насрать никто там не подошел не поднял не знаю там не помог встать вот это гиблое дело вот другое убивает стоишь на остановке ждешь такси вот потому что ну как бы надо побыстрее вот так вот себя взять довести до мам привести в порядок на работу вот так это на тебя смотрит короче как будто ты бомжара как будто ты не знаю тут вообще стрёмная грязная наркоманка пьяница и так далее а ты стоишь и ты же не будешь каждому объяснять что ну вы понимаете я здесь с автобуса выходила вот не дошла вот и вот это вот конечно осуждение в глазах людей оно убивает просто вот при этом знаете хорошо что пускай да это была довольно-таки оживленная часть дороги я упала почти на остановке то есть не вот посредине проезжей части а все-таки вот ближе к остановке и это радует все могло закончиться хуже намного хуже поэтому я жив удивительно в такие моменты себя ощущать очень вот что радует фотик не пострадал вот иначе было бы вообще обидно нет такой порой неуклюжий господи боже мой холод и окот и все холод коленки идет дичайший дождь без зонта слава богу я не забрала у мамы куртку который она мне купил вот решила это делать позже поэтому на место грязного плаща нашлось что одеть а вот и сейчас я отпеку на работу господи а дождь-то что-то усиливается так ну все мы с вами отработали идем в офис и город уже начали украшать 9 мая плюс продают уже ключи пасхи 1 мая вот колено болит все болит бог болит внутри все болит это какой-то кошмар идет так упасть надо было еще суметь нашла место где можно показать вам свой лук новый розовая куртка новая штаны все те же полусапожки моя любимая сумка рабочая и сейчас нужно пойти покушать а потом в театр вот так и живем ребят болит все просто каждый шаг наполнен болью вот это вот колено оно просто она она меня убивает снова мы с вами в наркоманском заведении который святый дракон где транслируются но здесь не видно японские мультики что-то типа анимешки с просто рандомным саундом вот я жду свой рамен потому что он мне здесь понравился в прошлый раз салат столичный снова вегетарианский ролл потому что он самый дешевый и баблтия я люблю баблтия я обожаю баблтия жалко что в колумбии не везде он есть вот нужно где-то за полчаса поесть и полчаса чтобы дойти до театра на представление вас так кусочками надеюсь возьму насколько хватит там зарядочки интересных моментов а так вообще я немножко до сих пор в шоке пребываю правда ребят очень сложно отойти от какой-то такой физической спонтанной травмы к которой ты никогда так не был готов морально вот представляю не полностью конечно но все-таки каковы людям которые переживают все эти катастрофы это же вообще же есть тем временем драматический театр уже тоже украсили к 9 мая снова колонны облепили вот этой вот георговской ленточкой и каждый раз когда должно быть начало спектакль играет музычка а собственно говоря да вы слышите вот здесь фонтанчики работают и капает дождик вот мы сейчас идем туда встречаем маму и идем на спектакль сейчас погодите я кусок вложу когда сниму вот что мы с вами добровись такого театра вот там внизу кафе да я сейчас божественно как всегда переверну камеру а там внизу музыка все выжидания спектакля а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот скажи мне, милая, уже ты хочешь вот так вот всю жизнь шлясть по массу? Слушай, как это неприятно вот от тебя слышать. И это говоришь мне ты, мой самый лучший друг. Мы три года учились вместе в киноакадемии. Ой, да ладно, кого ты обманываешь. Чего ты? Ты же знаешь, для чего мы там учились. Для чего? Для девчонок красивых снимать. Кино. Утро начинается не с кофе, утро начинается со сливами. Меня озадачивает, что слива, она огромная, и по вкусу она как будто смесь яблок и нехтарина. О, господи. Я чувствую себя очень помято, очень побито. И болит, конечно, всё меньше, чем вчера, но при этом всё равно как бы падение отдаёт. Где-то там под лопаткой, где-то ещё там. Прямо и тут, и там. Вот. И поэтому, не знаю, надо, наверное, больше отдыхать, чем-то мазаться. Вот. Так что, ладно, мы справимся. Сегодня нам надо дать сливу, поехать на работу, остаться у мамы, а получается на следующее утро сделать ногти в салоне, потому что это держится уже месяц. Не бара их обновлять, потому что отросли. Смотрите, сколько здесь волос с этой стороны. Вот эта вот чёлка, которую мы в своё время сделали гуще, когда она такая помытая, немножко так расчёсанная, она прям создаёт здесь объём. Вот. А ещё у меня здесь спит побритая попа. Побритая попа спит. Уже не спит. Вот. Побритая попа. Недовольная побритая попа. Что ты от меня отворачиваешься? Тебя не видно. Ты против света. Давай сюда. Повернись туда, наберите. Повернись. Поверняюсь. Побритый попец. Побритый попец. Господи, она меня так любит, и я её так люблю, и у нас так всё взаимно. Мне так нравится её вот эта вот, вот эта вот побритость. А с другой стороны львиноид. Вот. Он не знает, что ему делать и куда ему деть лапу. Он немного странный. Он на своей какой-то волне и порой творит беспредельщину. Вот. Что-то я решила поехать сегодня на автобус на 10.50. И у меня сейчас ещё до него довольно-таки много времени. Поэтому я даже немножко потеряна, что делать. Может, поиграть в ферму, что ли, на мобильнике. Потому что, ну, как-то не знаю. Вообще, по-честному, мне вообще никуда не хочется ехать. Вот. Но надо. А ещё там холодно. Холодно, поэтому пришлось одеть вот этот вот свитер с инь-янь котами. Вот. И под него ещё футболочку, маечку. Хей, доброе утро! И сегодня солнце. Солнце, это прекрасно. Потому что солнце не было уже так давно. Потихоньку зацветающая зеленью колуга. И это не может не радовать. Я сейчас так шифров. Боже мой. Я сейчас саду в салон на ногте. Вроде бы я определилась с тем, что я хочу. и я несу с собой вот такое покидище. Мама нагрузилась с собой яиц и ключей. Я, конечно, отнигрывалась, потому что ну, перейти-то всё такая здесь-то просто нереально. Сегодня день пожарной охраны, кстати. Здесь выгнали, видите, штукенцию. Ну, машину, короче, с вразбой, машину МЧС. Там стульчики. Видимо, планируется какое-то культурно-массовое мероприятие, какие-нибудь гуляния. Давайте всех поливать. О, шарики. Ну, что, сделали мне ногти. Вот так вот они выглядят. Градиент, типа. О, мы обожаем греческий салат без томата, потому что только здесь его подают именно с вот этим вот зелёным соусом сверху. Он божественный. Это действительно лучший салат в городе греческий. Супчик грибной и чайок Эрл Грейм. Сейчас какой-то пипец творится на Киевской трассе. Автобусы из Москвы доходят до Колумбии с опозданием в три часа. Это жесть. И в итоге я сегодня еле-еле доехала до Козельска. Вот. Потому что автобусы Москва-Козельск, соответственно, приходят с опозданием. Пришлось дождаться местного. Это там два часа лишнего времени. Но в итоге я всё-таки добровалась до сюда. Вот. Пока ждала два часа, зашла в поджи. Вот. Поговорила со знакомой, которая оказалась внезапно там работает. И взяла себе вот такую вот кофточку. Она подходит под мой новый маникюр. Можно фоткать вот так. пельминоид, который гулял. Как тебе там нормально гуляется-то? ты хоть дедку есть-то? Ксс-кс. У-у-у, пельминоид. Эй, рыжий. Рыжий кушает травку. Кот на выпасе. Гуляем мы сегодня с котами. Вот. Я тут из вас на ручек. Короче, вот здесь вот остаются рыжие. И рыжему ничего не надо, кроме колеса. Травоядный кот. Я мыла мясо в городе. Он сейчас здесь еще и сблюет. Ксс-кс-кс. Эй. После прогулки кот помыт. Другой тоже, но другой ушел под диван. Вот. А этот не ушел. Плюс еще в ушки закапали. Мы мучаемся очень сильно с ушками. Причем это не клещ. Мы носили ветеринарку. Дали спрей, которым нужно от серы капать, но как-то не помогает. Вот. А серы скапливается много. У тапочи это еще нормально, но у пельмени вообще какие-то залежи. Эй, ты такой угнетенный. Ты такой грустный. Грустный кот. Ну, не грусти. Ну, да ладно, мы помыли тебя. Ну, и что теперь? Возрадуйся. Ты теперь чистый. не, ребят, мне кажется, эта метода с окнами она реально работает. То есть, ты берешь, моешь окна, а потом берет и идет дождь. Потому что, ну, другого объяснения у меня, честно говоря, нет. и я собиралась только что вынести мусор. Вот. Козель скозеленел. Ну, теперь он выглядит не так уныло. Это, конечно, не делает ему чести, но все-таки хотя бы зеленый цвет, он более позитивный, чем серый. вот. Сейчас разгребла комнату, передвинула диван, теперь мы будем спать в другом направлении. И у меня такая гора мусора набралась из всяких там коробок складируемых, потому что, ну, как оставляешь, думаешь, а вдруг понадобится, потому что, ну, все-таки квартира съемная, а какие-то вещи куда-то пихать надо. Вот. А потом понимаешь, что не, раз за месяц ты так и не пользовался ими, то нафиг, нафиг, нафиг. Вот. Приминон сегодня целый день ходил в свитерке, и поэтому он был обездвижен. Когда на него одеваешься свитер, он становится вообще прям неподвижным. А тут он, наконец-таки, без свитера, и все, теперь он творит бесчинство, да? Да. Вот. Козельские ребята где-то здесь гоняют футбол, несмотря ни на что. И дожди, кстати, подзаканчиваются, моросит, но подзаканчивается. Интересно, долго еще будет так по чуть-чуть капать? Эта гора мусора выглядит так, как будто я отсюда съезжать собираюсь, но нет, это мусор. Я постирал морожа. Он похож на мокрого пельмени. Ну, в плане передвинутого дивана он стоял вдоль вот этой вот стены, но теперь, короче, будет стоять вот так. и пуф мигрировал вот с этого места съемочного вон туда. Пельмень шкерится. Правильно, тапок. Ох, она коварная. Пришла, отвесила люлей, убежала. Но он не оставит это просто так. Ой. Сейчас покажу немного красивости, насколько это вообще здесь возможно. Вон там закат. Да, живя тут, начинаешь радоваться даже таким мелочам. Капает дождик, светит солнце вечернее, побритый тапок лазит и закат, который отражается в доме напротив. и вот на этих белых ставнях, ставнях, рамах и кисточка-тапка. Время позднее, уже где-то около часа, нужно кровать заправлять после сегодняшней глобальной уборки и укладываться завтра на работу. Эй, малыш, как ты? Надо двигаться пельмеш. Эй, что значит ты не хочешь двигаться? Ты хочешь спать в своей дырке? Ну, блин, чувак, смотрите, это уже жиры. Кошмар. И вот здесь тоже у него жиры, вот посмотрите на это. Вернулась сейчас с работы, вернулась очень необычным способом. захожу на вокзал купить билет. Стоит такой дедуля, худощавенький, улыбающийся, с прямой спиной, такой, Козельск, Козельск, по автобусной цене, Козельск. Похоже, вы знаете, как будто вот это, толкает что-то. Я так к нему подхожу, говорю, что, реально по автобусной? Он такой, да. Я говорю, и я доеду живой? Он такой, а как иначе? Я говорю, поехали, мужик. Сели в его машину, доехали до Козельска. Он действительно взял с меня именно автобусную цену, даже чуть дешевле. И в такие моменты ты вот думаешь, блин, как хорошо, что есть люди, которым можно доверять. Как плохо, что есть много людей, которым, к сожалению, это дело противопоказано. Но, блин, вот, не знаю, моя вера в людей, которая периодически угасает, вот благодаря таким людям, как этот дедок, заново, потихоньку, возрождается. Это было забавно. И в его машине постоянно играл. Знаете, это то ли блатняк, то ли шансон, то ли какая-то такая вот похожая смесь. Да, это было очень странно. Но в итоге я доехала, я дома. Вот впереди еще несколько рабочих дней. А это приключение останется вот таким приятным воспоминанием. И мы таки с вами идем. Идем мы на работу, ну, как на вокзал, чтобы поехать на работу, а потом поиграть в ролейбол, в тайчи теннис. Вот, проходим мы коттеджики в Козельске. Вот, в основном для военных. И сейчас будет мое любимое место, раздолбанная дорога за гаражами. Вот. А вообще такая погода странная, что не знаю, с чего одеть, потому что вот на мне жилетка, кофта спортивная с рукавами, и под ней еще одна кофточка более легкая. Вот. И, честно говоря, по ходу дела сегодня жилетка была лишней. А вот вчера не помешала и одна кофта, другая кофта, куртка сверху. И вот эти вот скачки погоды, это, конечно, тяжко. Залезли мы в автобус. Кстати, можете оценить вообще эффект позерона, насколько кожа почистилась, на мне нету тоналки никакой нигде, поэтому у меня синяки под глазами от недосыпаний. Вот, в какой-то веке моя челка лежит, так как мне надо. Вот. и, да, остались еще какие-то следы от прежних глубоких прыщей, но это все не критично, это все уже как-то, ну, сухое, заживает, поэтому, если я буду мазать с этой тоналкой, ну, просто будут места с шелушениями, вот, это не круто, пускай будет хотя бы так, вот. А в остальном позерон вообще прям рулит, ну, конечно, помимо позерона вы видите ту огромную коллекцию там тоников, каких-то кремов, которые идут параллельно с этим, потому что позерон, он все-таки очень сушит кожу, и, чтобы сохранить этот баланс, приходится пользоваться всем остальным. А так, вообще, да, я доволен, мне нравится, и впервые за, получается, сколько там, с 10-11 класса эта проблема меня мучила, это 5 лет института, это 2 года после, то есть, почти 10 лет я живу с этими прыщами, кошмар, и, да, наконец-таки эффект есть, я доволен. Я очень тащусь от этой кофточки из Оджи, мне она очень нравится, она, с одной стороны, ну, тепленькая, потому что все-таки а-ля свитер, да, вязкий такой, но, с другой стороны, она продувается, она очень легкая, и в то же время такая летняя, цветная, и мои ногти с этой кофточкой прям идеально сочетаются. боже мой, посмотрите, какая милота ко мне приехала, спасибо большое Марии за перепрошивку этой гуляшки, наконец-таки она выглядит так, как мне хотелось бы, и она просто потрясающая, вот теперь я могу сказать, что я ее люблю, это была гуля из коллекции Скалшерс, побережье черепа, и Аннушка Шнайдерман когда-то перерисовала у нее макияж, вот, и вы это творение видели, а вот волосы мне совершенно не нравились, они были короткие, как-то зачесанные, непонятные и так далее, вот, и я попросила Марию, ссылочку я оставлю внизу, естественно, перепрошить мне эту бабоньку, мы сами подобрали ей цвет и длину, я хотела вот такие длинные волосы, чтобы у нее были, и они вот такого цвета морской волны с розовыми прядями эмилированными, и это просто бомба, и это потрясающе, она чудесная, вот, теперь я прям рада, что в моей коллекции есть такая дамочка, вот, и также Мария сделала к ней одежду, вот так вот эта дама выглядит в одежде от Марии, ну, за исключением обуви, и по-моему, она просто потрясающая, такая нежная, такая классная, я прям очень ей довольна, Аннушка Шнендерман и Мария сделали прям действительно красотку из нее, волосы потрясающие, Машка сама все и заказала, и перепрошила, единственное, только теперь с головой нужно быть аккуратнее, там, без всяких сильных воздействий, иначе, короче, может быть что-то плохое, но так как она у меня будет просто стоять на полочке, все хорошо. Эй, здорово, сегодня день победы, сегодня мы идем, тряпка, сегодня мы идем на парад в Козельске, вот, но вообще я туда иду по двум причинам, во-первых, потому что мой муж там марширует, и, ну, я окажу ему просто моральную поддержку, он будет знать, что я там была, и хочу сделать пару кадров для своего фото-портфолио, вот, это никогда не будет лишним, еще здесь тапок, кс, смотри, смотри, я тебе снимаю, тебе все равно, да, побритая попка, побритая попка, тебе снимают. Перекрыли Чикаловскую улицу, и сейчас я иду на Большую Советскую посередину, дороги, ну, я-то немножко с краю, но, судя за сутью, ты идешь во проезжей части, в кои-то веки ты можешь почувствовать себя лакширно, находясь здесь. Погода хорошая, довольно-таки жарко, вот, но есть ветерок, не знаю, откуда будет парад, там на месте будет видно, много офицеров, много жён, дети, ну, в кои-то веки семьи объединились, вот, так что, да, день побед в Козельске это скорее больше семейный праздник, потому что мужья в кои-то веки почти дома, парад отмаршируют, и в основном останутся по семьям, а мой муж в наряде. На мой взгляд, кстати, самое красивое место в Козельске это вот этот парк, где стоит один фонтан, кусок стены, древней, типа отреставрированной, и белая штуковина, вот. Мне кажется, что это в Козельске вообще, ну, самое красивое, что может быть, вот, к сожалению, на мой взгляд, больше город не особо как-то богат на какие-то достопримечательности, парк с фигурками меня не очень впечатлило так посмотреть на один раз, а вот, конечно, понаслаждаться панорамным видом, куда-то кину взгляд, это да, это хочется, это надо. Еще бы я бы себя видела бы вот здесь в экранчике, было бы вообще классно, потому что отсвечивать нереально. Вот. Парад, ну, наверное, уже должен начаться, вот, но, что-то это, не знаю, не хочется, своя атмосфера какая-то. 24 февраля развелась. Деньги положили, позвонили. Сейчас сижу, жду у стоматолога, а вот в своей очереди, и мне сегодня пришло две книжки, одна вот эта вот фотографирует каждый день и другая, 642, идеи о том, что написать. Вот. Потом сделаю вам подробный обзор на эти книжки, вот. А пока у меня особенное время, я решила немножко поговорить с вами. Вот. У нас сейчас жарко, у нас наконец-таки полноценная весна, даже уже 50 лета. Вот. Я сегодня была на работе, потом в офисе по работе, и в итоге взяла такси до стоматолога, чтобы успеть. И как оказалось, я пришла даже более чем вовремя. Тут с небольшим опозданием мастер работает. Вот. Мне очень нравится, как почистилась моя кожа от базирона. Базирон рулит. Вот. Так что я прям довольна. Эффект прям отличный. Но я применяю его, наверное, месяца три. периодически что-нибудь новое как вылезет, но потихоньку, потихоньку все дает о себе знать. Так что возьмите на заметку, кто еще не пробовал. Вот. Полистала, кстати, вот эту вот книжку. И прям толковая, толковая. Я думаю, что я почерпаю написать что-то полезное, но я беру в расчет то, что я почти как новичок. Вот. Я себе не отнесу к разряду прям ультр-профи. Да, я могу делать хорошие снимки, могу не очень, поэтому я считаю, что я это близко к новичку, короче. Вот. Сейчас хожу с вот этой сумкой постоянно. Мне она очень нравится, я очень ей довольна, она просто супер. Вот. И вчера в ВКонтакте залила, наверное, все возможные фотографии, которые там накопились за два года. Вот. Отобрала, отобрала фотки на печать и поняла, что знаете, надо все-таки свои воспоминания, свои какие-то стоящие фотки из путешествий оформлять достойно, потому что за вас это никто не сделает, а это ваша жизнь, это ваши моменты, и, ну, работайте над своими фотками, чтобы у вас они были. Покажу вам уникальное строение, я вам его уже один раз показывала, но очень бегло. так называемые быки. Вот эти вот арочные сооружения, они идут вот так вот по двум сторонам от железной дороги и выполняли ну, что-то функцию типа ворот раньше, в екатеринские времена. И сейчас идет разговор, ну, такой периодически заходящий, о том, что их нужно снести. А на мой взгляд, вот лучше бы их отреставрировали бы, потому что раствор, которым заливали вот эти вот кирпичи, он делался из смеси яичных, желтков, бетона и еще чего-то такого, ну, необычного. И в итоге он очень-очень прочный, поэтому они столько много лет в Екатеринском, вот, времени так и стоят. И мне кажется, жалко это все вот просто так вот брать и сносить. Сейчас мы с вами идем на вокзал, чтобы доехать до Катеринска. И ко мне пришли подарочки от ArtSkills, что-то наподобие сюрпризатора. Будем вместе открывать в отдельном видео. Зашли мы с вами покушать в Ташир, как всегда, ну, не как всегда, как чаще всего бывает. Здесь у меня супец, кусочек пиццы, пицца дня, греческий салат, пепси. И все это вышло в 227 рублей. Вот. Очень хочу кушать, не успела дома позавтракать и перед работой есть немножко времени это сделать. была сейчас в новом книжном. Роулинг написал еще одну книгу детективную, осталось только прочитать предыдущие две, а то я их покупаю и времени прочитать нету. Читаю сейчас ту самую книжку, которую показала ранее по фотографии. Она очень полезная. Она прям дает мне ту информацию, которая мне нужна. Это прям отличное пособие для такого чайника, как я. Я прям очень довольна и я прям чувствую, как растет мой скилл, мой левел, мои знания. Это круто, это офигенски просто. Ты прям чувствуешь, что ты не просто что-то читаешь, а ты прям что-то полезное читаешь, вот что действительно применимо в твоей жизни и на что ты можешь повлиять. Это классно. Ну ладно, я буду кушать, а то я захлебываю слюнями и дальше уже иду фотографировать мамочек. Так, ну я примерно на тебя настроился, там, где ты стоишь. Вроде как. Вот, все, вам нужно все хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok. Пора завершать уже эту часть влога, потому что он, как всегда, получится теперь на час. Видимо, часовые влоги станут фишкой моего канала. Перестать влоги по 10-15 минут как-то мало и слишком много мороки, а вот так вот влоги по часу редко, но редко выкладывать можно. Сегодня домашний день, я приболела, но сейчас выздоравливаю, потихоньку лечусь. Вот, сейчас сяду верстать вот это все, что накопилось на айподе за долгие дни и месяцы. Ну ладно, может не месяц, может месяц. вот, сделала пару дел по дому и уже это буду заниматься дальше каналом. Отдала, кстати, в печать фотографии, чтобы заполнить свой фотоальбом, чтобы заполнить новый фотоальбом, правда его купить еще надо. Там вышло примерно 460, нет, 473 или 72 фото на печать отправлено. Все это вышло по печати в 2550 рублей с доставкой в Калугу на пункт выдачи. Печатала через сайт Print, Printbook, по-моему. Вот, потому что там печать намного дешевле, чем у нас в городе. Там 6 рублей за фотку, а у нас в городе 10. Вот, и в итоге пришла к выводу, что я вот вообще не жалею о том, что я заказала эту печать. Я, конечно, еще не знаю, пока какие фотки придут, в каком качестве, но мне кажется, все должно быть нормально. Там должна быть целый стопарь просто этих фоток, потому что вес этого заказа там полтора килограмма. Полтора килограмма фоток! Фотки измеряются в килограммах, ребят. И я, правда, не дождусь, когда буду заполнять фотоальбом, потому что, знаете, кроме вас никто вашей жизнью не займется, никто ваши воспоминания не оформит. Соответственно, конечно, если вы там, не знаю, не наймете человека за деньги, чтобы он там вам фотокнигу напечатал, хотя вы сами с этим справитесь. Вот. И вот, чтобы как-то привести свои последние два года жизни в такой некий порядок, показать самой себе, что все было не так плохо, как, может быть, мне где-то казалось, вот хочу сделать фотоальбом, заполненный этим воспоминаниями и как-то себя смотивировать. Плюс, знаете, цифровые фотки никто не пересматривает. Вот я пришла к выводу, что сколько фоток я не отфоткивал за все свои годы жизни, цифровые фотографии очень редко поддаются пересмотру. Вот серьезно. Вот фотоальбом, да, можно взять, посмотреть. Я вот свой фотоальбом периодически, сейчас я вам его покажу. Ага, все падает. Вот. Свой фотоальбом, вот этот вот, который не так давно делал, периодически пересматриваем, он хоть заполнен наполовину, но все-таки. Вот. И это. И вот все фотографии там со свадьбы, подобных мероприятий, теперь тоже можно будет нормально пересмотреть, потому что, ну, все-таки, согласитесь, живую пощупать приятнее. Ладно, будем закругляться, все, до новых встреч, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, вот, можете заглянуть в инстаграмчик, группу во Вконтакте, у меня там клевые админы, которые постоянно постят какие-то вдохновляющие картинки на стену, респект админам. Вот, до новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok